Ульяновцы открыли в Чехии торговый хаб. Кому батареи, кому фасад, как занимаются ремонтом домов в Ульяновске. Пять минут тишины в МЧС. Столичные актеры приехали в гости к ульяновским пожарным. Музыканты Ульяновского симфонического оркестра собрали аншлаг в Московской филармонии. В столице Чешской республики Праги появился Ульяновский хаб. Площадка поможет местным бизнесменам преодолеть сложную логистику, найти инвесторов и потенциальных закупщиков. Делается это для увеличения доли экспорта. Тему обсуждали в Москве на Конгрессе «Модернизация промышленности России. Приоритеты развития». В Москве прошел Национальный конгресс «Модернизация промышленности России. Приоритеты развития». Ключевая тема Конгресса – содействие бизнес-инициативам в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Традиционно в мероприятии принимают участие ульяновцы. Опыт нашего региона по развитию экспорта оценили коллеги из Федеральной торгово-промышленной палаты. Мое недавнее посещение Ульяновской области лишний раз добавило уверенность в том, что это один из флагманов наших индустриальных. Действительно, по разнообразию современных промышленных предприятий редкий регион России, наверное, может сравниться с Ульяновской областью. Как отметил Дмитрий Курочкин, сотрудничество палаты и ульяновского региона будет продолжаться не только по развитию экспорта, но и по привлечению инвестиций и реализации промышленной политики. Сергей Морозов представил предложение по дальнейшему развитию экспорта в регионе. В 2019 году экспорт продукции из Ульяновской области вырос на 211%. За 8 месяцев предприятия региона отправили за рубеж товары на сумму более чем 620 миллионов долларов США, что в три раза больше аналогичного показателя прошлого года. Мне очень понравилась информация, которая была озвучена и фондом по развитию промышленности, и министерством промышленности и торговли, потому что мы видим реальные рычаги, которые в ближайшее время появятся для модернизации промышленности. Одним из шагов по развитию экспорта стало открытие торгового хаба в Чехии. Ульяновские предприниматели могут реализовать свою же растаможенную продукцию в Европе. Работа хаба предусматривает создание инфраструктуры, необходимой для транспортировки и складского хранения товаров. Пока резидентами выступают 10 предприятий. Сейчас в шоуруме в Праге представлены мебель, двери, каменные мойки и монтажная пена от ульяновских производителей. Подобные хабы планируют открыть на территории Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 14 ноября с 8 до 10 утра будет запрещен проезд автомобилей на улице Гимова, о чем водители оповестят соответствующие временные знаки. Это связано с проведением на территории Ульяновска первой всероссийской конференции совершенствования системы питания в образовательных организациях, практике, модели, технологии и концепции. Музыканты Ульяновского симфонического оркестра собрали аншлаг в Московской филармонии. Впервые за 30 лет оркестр губернаторский выступил на сцене Московской филармонии имени Чайковского. Поздравить ульяновцев приехал Сергей Морозов. В зале аншлаг на сцене Ульяновский симфонический оркестр губернаторский. Музыканты из Ульяновска выступили на главной сцене страны в концертном зале имени Чайковского Московской филармонии. Москва – один из городов, входящих в гастрольный тур всероссийские филармонические сезоны. Для нас эти гастроли, конечно, они очень важны, потому что оркестр с начала 90-х годов не выступал вот на этой сцене. А это фактически главная сцена нашей страны – концертный зал имени Чайковского. И я считаю, что для нас этот концерт – это возврат нашего оркестра на такую всероссийскую арену, на всероссийскую эстраду. У нас эти гастроли конкретно включают в себя три города – это Рязань, который был вчера, сегодня Москва, завтра Нижний Новгород. На сцене московской филармонии ульяновский оркестр не выступал с 90-х годов, поэтому выступление после 30-летнего перерыва особо значимо. Ульяновцев приехал поздравить губернатор Сергей Морозов. Он также поблагодарил столичных коллег за гостеприимство. За это время произошло омоложение коллектива, за это время произошло много других очень важных событий, которые, несомненно, дали возможность нашему лучшему людям. Одному из лучших в Российской Федерации вы это только что, только через некоторое количество минут вы увидите, сделаться одними из самых узнаваемых оркестров в Российской Федерации. Артисты подготовили интересную программу. Солист Никита Борисоглебский исполнил пять пьес для скрипки в сопровождении фортепиано с оркестром. Прозвучала также четвертая симфония Чайковского. Я часто хожу в этот зал. Здесь выступают разные коллективы, не только московские, не только столичные. Все интересные, все прекрасные коллективы. Ну и, конечно, и программа сегодняшняя очень привлекательная. Хочется узнать именно этот коллектив, этот оркестр. Следующий город в гастрольном туре – Тамбов. Гонка словно на политической арене. На Ульяновском автомобильном заводе переизбрали председателя профсоюзного комитета. Однако вся кампания проходила далеко не гладко. Выборами на предприятии воспользовались для того, чтобы впустить новую волну слухов. Выборы нового председателя профсоюза на Ульяновском автомобильном заводе в этом году прошли с большим ажиотажем. Во-первых, высокая конкуренция. Во-вторых, в жизнь предприятия пытались активно вмешаться определенные политические силы со своими черными технологиями. Главными объектами слухов, диверсии, клеветы стал как сам завод, так и кандидат на должность руководителя профсоюзного комитета Виктор Бычков, который работает на заводе с 1972 года и последние пять лет борется за права трудящихся. По его словам, во время всей выборной кампании и в подземном переходе, что рядом с заводом, распространялись листовки с абсолютно недостоверной и, цитата, грязной информацией о том, что на заводе якобы массовое сокращение, о пощемлении права к трудящихся и о переносе производства обновленной модели патриота в особую экономическую зону в Татарстане. Основное в листовках было о том, что профсоюзный комитет и лично председатель профсоюзного комитета, то есть Яблочков Виктор Иванович, лег под работу дателя и занимаю политику, так сказать, соглашательскую политику, никаких вопросов по защите прав рабочих и решение вопросов, которые связаны с производством, с сокращениями, с организацией на производстве, я эти вопросы не решаю. Виктор Бычков все эти слухи опровергает, называя полной чушью. Однако, несмотря на все внешние факторы, справедливость восторжествовала. Виктора Ивановича в результате честного голосования трудовой коллектив вновь назначил председателем. Изначально на эту должность претендовали еще два кандидата. Спасибо коллективу, который разобрался в этом вопросе, поняли и в итоге проголосовали вновь за то, чтобы я работал председателем профсоюзного комитета. Я благодарен им за это и думаю, что те надежды, которые они возлагали на меня, я оправдаю. Основной курс работы в профсоюзе сохранится. Защита прав трудящихся и обеспечение рабочими местами остаются первостепенной задачей. А как помогает профсоюз, чего я достиг, то я многого чего достиг, потому что я сейчас заместитель председателя комиссии по работе с молодежью. Я учусь на юриста от профсоюза и за счет федерации профсоюзов. Потом у меня есть своя команда профсоюзная. С августа по поручению губернатора Сергея Морозова реализуется комплексная дорожная карта развития автозавода. В частности, документ касается эволюции индустриального парка УАЗа, реновации социальной инфраструктуры, то есть реконструкции ДКУАЗа и профилактория. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Десятки домов Ульяновска капитально ремонтируют. Сегодня наша съемочная группа побывала в доме номер 20 на улице Кирова, где рабочие меняют трубы. Успевают ли сдать объект и довольны ли жители, расскажет Виктория Черкова. Капитальный ремонт продолжается в жилом фонде Ульяновска. В этом году в план заложена работа в 36 многоквартирных домах. Одни уже готовы, другие еще в процессе. От фасадных работ до полной замены коммуникации сотрудникам комитета жилищно-коммунального хозяйства есть чем заняться. Сегодня наша съемочная группа побывала в доме номер 20 на улице Кирова. Все ли в порядке с этим объектом? Начальник городского управления ЖКХ рассказал о нюансах. Этот дом у нас пошел по экономии от торгов, и поэтому немножко здесь задержался вопрос в плане выполнения работы. Но с подрядчиками есть определенные договоренности, что они в кратчайшие сроки будут эти вопросы по ремонту заканчивать. Дом, построенный в 1981 году, большой и сложный. 11 парадных, 9 этажей и километры 40-летних коммуникаций. В семи подъездах работы уже завершены, в остальных же кипит бурная деятельность. На момент нашего визита в 10-м работали сантехники. Одного из них мы застали за нарезкой резьбы на новой трубе. Из разговора с этим мастером выяснились подробности, которые тормозят ход работы. Проблема жильца. Многие жильцы не пускают в квартиру, а так, в принципе, проблем особых нет. Закончим, сделаем, пока ремонт. Те, кто пускают, конечно же, испытывают дискомфорт от привычных спутников ремонта, но трагедии из этого не делают. К запаху сварки и рева автогена относятся без восторгов, но с пониманием. Ведь с дарой батареи могут преподнести массу неприятных сюрпризов. Я дочка против. Против я. Ну, 40 лет ведь у меня у нас стоят. А если я, говорю, лопан, что? Я не соображу, что делать. Перекрывать, где я побегу, что я побегу. И затоплю я, и потом придется мне платить. На преображение всех домов, попавших в программу капремонта, в городском бюджете заложено 80 миллионов рублей. К концу этого года реставрацию жилого фонда обещают завершить. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ. В Ульяновске наградили лучших сотрудников МЧС. Победители профессионального конкурса поздравили актера сериала «Пять минут тишины». Как поздравили огнеборцев, узнаете в нашем материале. В Главном управлении МЧС России по Ульяновской области состоялось торжество, венчающее профессиональный конкурс. Сами соревнования прошли еще в начале этого года. Спасатели, пожарные и водолазы состязались в рабочих дисциплинах. Тушили горящие объекты и вручали пострадавших. Напомним, конкурс вошел в программу Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Данный фестиваль проводится уже у нас в одиннадцатый раз на территории Российской Федерации. И в частности, сегодня мы награждаем наших номинатов, которые победили в региональном конкурсе. И дальше они будут двигаться уже на Всероссийский. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с триумфаторами. Для пожарного из Димитровграда Руслана Санатульна победа оказалась неожиданной. Я участвовал в первый год и вообще даже не думал, что выиграли еще что-то. Ну, так получилось. По итогу, выиграли меня лучше. В этот раз церемония награждения отличалась от предыдущих. На нее пригласили актеров из нашумевшего сериала «Пять минут тишины». Выбор артистов не случайен. Много эпизодов было снято на территории Ульяновска. Да и тематика фильма соответствующая. Суровые будни пожарных, неожиданные повороты событий. Многосерийный фильм может быть и далек от реальности, но все-таки он о мужестве огнеборцев. Исполнитель главной роли Роман Курцин рассказал сотрудникам МЧС о своем проекте. Сериал, который мы снимаем, никакого отношения не имеет к вашей службе. Это сказка. И мы очень... Ну, то есть, те спасения, которые мы делаем, они придуманы в любом случае. Наши герои, они такие чистые. И мы понимаем службу, которая у вас, что она намного труднее, и это все сложнее. И мы очень хотим верить, что под этой сказкой мы прославляем ваше имя. После церемонии награждения сотрудникам МЧС показали трейлер нового сезона сериала. Актеры без подарков тоже не ушли. Руководство главного управления вручило им ценные сувениры. Виктория Черкова, Даниил Сурков. Новости Управды ТВ. К новостям Димитровграда. К 8 марта 2020 года многодетные семьи из Димитровграда должны получить первые свидетельства на земельные участки. Об этом заявил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекали на заседании рабочей группы. Деньги из регионального бюджета выделены. Договоренность о передаче земель из федеральной в муниципальную собственность достигнута. Есть даже проект межевания одного из участков. Вместе с тем, даже на этом этапе, как выяснилось, у многодетных есть масса вопросов и даже претензий к местным чиновникам. Вот сейчас нарисована карта. Принципиально, вот сейчас, и многодетно, и рабочий группы. Какие вопросы и какие, против чего здесь, что здесь нарисовано неправильно. Нарисовано-то вроде все верно и работа проведена большая, причем на всех уровнях власти. Так, 2 миллиона рублей было выделено Димитровграду из областного бюджета на межевание земель для многодетных. Достигнуты ряд договоренностей с госкорпорацией «Росатом», по которым он передал собственность города, часть лесного массива площадью более 400 гектаров в западном районе города. На федеральном уровне принципиальное решение о предоставлении двух участков многодетным уже принято. Подготовлены проекты планировки и развития территории. Вот только вопросов от этого меньше у многодетных не стало. Скорее даже претензий, адресованных многодетными местным чиновникам. Там сроки у нас сдвинулись из-за того, что федералы долго согласовывали письмо, которое было губернатором направлено. Спасибо ему огромное, что он направил. Но мы вот сейчас вот стоим в ситуации, которая не должна быть. В принципе, у нас в любом случае, вот даже если бы у вас что-то не получалось с тем участком, надо просто кричать в караул, пересоголосовать все это дело, и мы бы вот не уперлись вот опять в непонятную ситуацию. Непонятная ситуация – это опасения многодетных по поводу земельных участков, расположенных в близителе вышки. Есть определенный контроль за санитарно-защитной зоной. Если касается изменения территории, которая входит в санитарно-защитную зону, то должен вестись контроль. Извещали ли вы о том, что изменение будет в прилегающую территорию радиомачты, чтобы там был контроль за вот ее электромагнитным полем? То есть на отметке ноль никакого воздействия нет? Совершенно верно. Начинается воздействие. Основание реконслятора на высоте 24,6 метра. Как только мы начинаем двигаться в жилой застройке, эта облака поднимается, и уже отметка 50, и где максимальный радиус – 252 метра. Данные о том, что радиус воздействия никак не затронет будущие жилые дома, подтвержден санитарно-эпидемиологической экспертизой, проведенной ФМБА. Но для активистов это почему-то не стало аргументом. Игра «Верю-неверю» между димитровградскими чиновниками и общественниками достигала апогея. И Смекалин вынужденно оказался в роли рефери на этом совещании. Региональный премьер призвал стороны вернуться к конструктивному диалогу ради достижения общей цели. Александр Смекалин довольно жестко высказался не только в адрес муниципалитета, но также указал многодетному креативу на недопустимость перехода на личности, а также предъявление требований, превышающих полномочий членов рабочей группы. Что касается домыслов общественности, об исключении недовольных из очереди на получение земли. Скажите, либо берешь, что участок земли не здесь, или мы тебя вычеркиваем из списка, то есть вообще никогда ничего не получишь, тоже никто не будет. Александр Смекалин заверил, что если по каким-то причинам семья откажется от предложенной земли из-за ее расположения, то их просто пропускают, чтобы перейти к следующим по очереди и возвращаются к ним, когда будет оформлен следующий земельный участок. В ближайшее время должны быть сверены все данные о многодетных семьях Димитровграда. К 8 марта 2020 года планируется выдать первые свидетельства на право пользования земельными участками. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для Уллправды.ру из Димитровграда. Более 300 метров в длину и 25 в ширину. Именно такой размер новой грузовой парковки перед Димитмастер на улице Западной в Димитровграде. Площадка позволит существенно разгрузить дворы ближайших многоквартирных домов и обочину основной дороги. Строительство данного объекта заняло чуть более полутора месяцев и через две недели должно завершиться. Парковка площадью 8 тысяч квадратных метров и стоимостью почти 23,5 миллиона рублей теперь будет основным транспортным хабом для Димитмастера. Большая часть финансирования из областного бюджета, поэтому и контроль осуществляется региональными властями. Александру Смекальну рассказывают, что одновременно на данной парковке сможет находиться до 20 больших грузов и более 70 единиц легкового транспорта. Данная парковка серьезно разгрузит улицу Западную, поскольку и у заводчан появится возможность парковать свой транспорт поближе к работе, а не на дворах ближайших домов. На грузовике больше не будут стоять по обочинам. В настоящий момент легковая парковка завтра будет завершена, это половина всей площади. И вторая половина для грузового транспорта завершится до 25 ноября. Причина переноса срока благоустройства – комплексный подход к возведению парковки. Дело в том, что подстоянка проходит один из основных канализационных коллекторов Первомайского района, который необходимо отремонтировать. Для этого с городским водоканалом было достигнуто соглашение о переносе сроков ремонта данного коллектора с 2023 на 2020 год. Единственное неудобство – до 2020 года въезд на него будет один из двух запланированных – только грузовой. Легковой, в свою очередь, будет сделан только после выполнения ремонта данного участка канализации. Этот вопрос серьезно заинтересовал регионального премьера. С учетом вот этой логики, то, что говорят, то, что до следующего года, пока водоканал не переклавит здесь трубы, то, что будет один въезд, нормально функционировать? Можно будет или нет? Как заверили строители, места хватит всем, поскольку в данный момент на промплощадке только разворачиваются производства. И на проектную мощность парк должен выйти как раз к ограничению всех работ в 2020 году. Что касается благоустройства, то перед парковкой будет произведено озеленение и возведение нового тротуара и велодорожки, которая будет выходить к уже полюбившемуся Димитровградцам парку – Дубовое роща. Кемран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Димград-24. Специально для Управда ТВ. 14 ноября в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Осадки маловероятные. Температура днем составит 1 градус со знаком «плюс». Ветер южный – 3,6 метра в секунду. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.